В России уже не две основные проблемы. К ним легко можно присоединить пробки и парковки. В Видном, а особенно там, где расположены государственные учреждения, ведущие прием населения, припарковать машину очень сложно. Как, например, можно рассматривать место пересечения школьной и центральной улиц. Здесь находится здание суда, а неподалеку – управление МВД. Именно там побывал наш дежурный по городу Дмитрий Книга, и он готов поделиться впечатлениями. Согласно правилам дорожного движения, расстояние между припаркованными автомобилями и сплошной разделительной линией должно составлять не менее трех метров. Давайте же с помощью рулетки посмотрим, какое расстояние здесь. Практически 150 сантиметров. Как видим, правила здесь нарушаются, а машины вынуждены проезжать по встречной полосе. Бесконечно здесь аварии случаются, потому что выезжаешь, когда из леса перегораживается, не видно просто выезд. Я все время езжу, очень тяжело здесь ездить. Очень часто здесь аварии на этом перекрестке из-за того, что здесь незаконно паркуются машины. Знак повесили, одно время было хорошо, а потом стали опять парковаться. Конечно, данный участок школьной улицы достаточно узкий, и большого количества парковочных мест здесь просто нет. Несмотря на то, что здесь расположены здания суда и управление внутренних дел. А с противоположной стороны дороги, где висит знак «Остановка запрещена» и работает эвакуатор, как мы видим, машин нет. Я вот приехал на рассмотрение суда, вызвали на 12 часов. Приехал, уже минут 10 ищу место и не могу никак припарковаться. Припарковался возле чужого дома. Везде висят знаки о том, что парковка запрещена, типа работа от эвакуации. Не знаем, как быть. Так, может быть, имеет смысл вместо сплошной линии сделать прерывистую, чтобы избежать выезда автомобилей на встречную полосу и не нарушать пункт 12.4 правил дорожного движения, оставляя свои автомобили на проезжей части. Однако, комментировать этот вопрос в ГИБДД отказались. А по городу сегодня дежурили Дмитрий Книга и Владимир Бижонов.